В МФЦ Ненинского округа должно появиться электронное хранилище данных. Такое распоряжение дал глава региона Александр Цибульский. Работы по проектировке, строительству и вводу в эксплуатацию школы-поселка Искателей должны быть завершены не позднее июля 2022 года. В округе объявлен аукцион на строительство образовательного объекта. В округе начнут готовить специалистов по 10 востребованным на рынке труда профессиям. Набор абитуриентов начнется 20 июня. Ситуация с соблюдением прав детей в округе на строгом контроле. Детский омбудсмен Ненинского округа Римма Галушина посетила образовательные учреждения Великолисочного. В детском саду Аннушка открылась выставка «Хоровод кукол». На ней представлено более 100 поделок, у каждой из которых своя судьба и история. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Сделать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме более доступными и качественными. Такое поручение своему первому заму дал глава региона Александр Цибульский. Тему госуслуг обсудили во время заседания по исполнению майских указов президента в Ненинском округе. За 2017 год показатели по этому направлению были достигнуты только на бумаге. По статистическим данным в Ненинском округе на сайте госуслуг зарегистрировано 100% населения. Такого показателя удалось добиться после введения в школах электронных дневников. Тех же, кто действительно пользуется госуслугами в электронном виде, в два раза меньше. Сейчас, чтобы стать полноценным пользователем портала госуслуг, нужны паспорт, СНИЛС и другие документы. Для обратной связи вам также понадобится и адрес электронной почты. Эти и другие личные данные необходимо ввести в поля электронной анкеты и отправить ее. После чего вы получите логин и пароль для пользования порталом. А когда людям надо зайти, зарегистрироваться, забить номер паспорта, ИНН, СНИЛС, еще что-то не будет. Я сразу сдаюсь, когда вижу. Я поэтому народный контроль поменял. Потому что я как зашел, там надо заполнить всю автобиографию свою, для того, чтобы начать пользоваться общественно полезным ресурсом. Конечно, сейчас, когда это переделали, просто по электронной почте можно зарегистрироваться. Это стало удобно. И так же должно быть везде. По мнению главы региона, такой долгий процесс регистрации останавливает многих от пользования государственными услугами в электронном виде. В то же время, кроме пользования электронными дневниками, на сайте госуслуг можно оформить и другие документы. От регистрации брака до заполнения налоговых деклараций и многих других. Нам, конечно, потребуется содействие всех отраслевых департаментов и подразделений, поскольку услуги предоставляются в электронном виде, в том числе благодаря им при разработке им соответствующих регламентов, предоставлении доступа и так далее. Александр Цибульский поручил на ближайшей сессии собрания депутатов выделить необходимые средства на электронное хранилище данных в многофункциональном центре. Это позволит жителям округа не приносить массу справок для каждой отдельной услуги. Справки можно будет приносить раз в год. Столько же времени они будут действительны. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Наринмаре будет реализован федеральный образовательный проект «Школа бизнеса» Ненецкого округа. Проект для начинающих и действующих предпринимателей разработан компанией «Деловая среда» совместно с Фондом поддержки предпринимательства и Центром развития бизнеса округа. В программе два семинара и два вебинара от ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. Цель проекта – развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории региона. Участники «Школы бизнеса» Ненецкого округа, которая будет работать с 12 по 17 мая, узнают, как построить долгосрочные отношения с клиентами, как упорядочить и взять под контроль финансы компании, какие использовать инструменты для оценки эффективности работы сайтов и рекламных компаний, какие существуют способы привлечения клиентов в интернете и многое другое. В Ненецком округе объявлены торги на строительство под ключ новой школы в поселке Искателей. Начальная максимальная цена контракта составила почти 2 миллиарда рублей. Заявки будут приниматься до 18 мая, а сам аукцион состоится 21 мая. Как сообщили в Централизованном стройзаказчике, заключить контракт планируется в первых числах июня. Согласно его условиям, работы по проектировке, строительству и водоэксплуатацию школы должны быть завершены не позднее июля 2022 года. Новая школа расположится на улице Нефтяников, вместо спортивных площадок, которые по согласованию с муниципальными властями планируется переместить в район улицы Тиманская. Планируется, что кроме классов, кабинетов и производственных помещений, здание школы будет включать современную библиотеку с доступом к интернету, актовый зал, пир, а также залы для занятия фитнесом и гимнастикой. На прилегающих территориях планируют расположить футбольные и баскетбольные поля, беговые дорожки, сектор для прыжков, полосу препятствий и игровые площадки для групп продленного дня. Стоимость объекта, кроме материалов и выполнения работ, заложена приобретением всего необходимого для функционала учебного заведения, инвентаря и оборудования. 20 июня в учреждениях среднего профобразования Ненинского округа начнут работу приемные комиссии. В этом году планируется набрать 250 первокурсников-бюджетников. За счет окружной казны в 2018 году в округе начнут готовить специалистов по 10 востребованным на рынке труда профессиям. 8 из них – новые, соответствуют современным образовательным стандартам. Итоги текущего набора будут известны после 16 августа. Ненинское профучилище за счет бюджетных средств сможет подготовить 100 квалифицированных рабочих по специальностям сварщик, ручной и частично механизированной сварки, переработка нефти и газа, машинист дорожных и строительных работ, а также конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Ненинский аграрно-экономический техникум наберет три группы по специальностям управления качеством продукции, процесс и услуг – оленевод-механизаторы и экономика и бухгалтерский учет. Причем профессиональную подготовку оленеводов возобновляют в округе после многолетнего перерыва. Работа по лицензированию этой специальности и организации обучения тундровиков в Наринмаре без выезда за его пределы проведена профильными органами власти в рамках года оленеводства. Социально-гуманитарный колледж в 2018 году начнет готовить системных администраторов, учителей начальных классов и впервые медработников среднего звена по специальности «Лечебное дело». В целом, в сравнении с 2017 годом количество бюджетных групп в учреждениях среднего профобразования выросло на три. Ситуация с соблюдением прав детей в округе на строгом контроле. Детский омбудсмен Ненецкого округа Рима Галушина посетила образовательное учреждение Великовисочного. Уполномоченный по правам ребенка провела уроки правовой грамотности для младших классов и интернет-безопасности для старшеклассников. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. В Великовисочном детский правозащитник свой визит начала с пришкольного интерната. Омбудсмен осмотрела жилые и гигиенические комнаты, проверила, в каких условиях дети питаются и делают уроки. Ну, дорожки-то нет, а прикроватные коврики, конечно, надо, потому что, ну, все равно полное. Игно, да. Нет, у них обуви у нас там внизу есть две раздевалки. Они в домашних тапочках все ходят? Да, в домашних тапочках. Верхнюю одежду и обувь они раздевают там все внизу. И родители все снабжают, то есть они приезжают с тапочками совсем? Нет такого, чтобы приехали вот без всего? Нет, у нас такого нет. Родители очень хорошо одевают детей, особенно старшеклассников и малышей тоже, конечно, хорошо дети одеты. Интернат размещается в здании 1977 года постройки. Поддерживать его жизнестойкое состояние удается при содействии сельсовета. Летом интернат получит водопровод. В этом году нам хотят привезти воду. У нас вода привозная. Водопровод сделан по интернату. А вот это вот получается... Там у вас есть елкости, такие большие, да. И мы как бы привозим. А вот это было, Алексей Милович, вот мы убили, что нам сделали. Голова нам поможет. Вы этим летом будете делать, да? Да, вы будете этим летом делать, да? Да, не ремонт, мы проводим воду. В воду, да. Детский сад уже провели, только снег сойдет. На летний период мы к первому сентября хотим провести воду, чтобы она централизована. На данный момент мы то на лошади завозили, то на снег выходим. В интернате виски проживают дети из нескольких соседних сел муниципалитета. В интернате у нас проживает 30 человек. Дети приехали к нам из разных деревень, ближайших деревень. Щелино, Лаборская, Пыльмица. А дети в основном из благополучных семей? Да, у нас дети из благополучных семей. Родители смотрят за своими детьми, ухаживают за ними, воспитывают. Дети у нас хорошие. Мы всегда говорим, у нас самый лучший интернат и самые лучшие дети. Римма Галушина побывала и в детском саду. Пообщалась с малышами и воспитателями. Ознакомилась с системой безопасности объекта и с работой детсадовской кухни. Ну что, места хватает вам? Нас хватает. У меня там еще холодный цепь. А, еще холодный цепь? Да. Получается, вы кормите 29 детей, да? 23. 23 ребенка. Работники образовательных учреждений ВИСКИ подходят к своей работе с душой. А руководство муниципалитета внимательно ко всем их запросам. ВИСКИ очень хорошая, красивая русская деревня. Люди здесь живут очень хорошие. Проблем, конечно, хватает, как и в любой другой деревне. Это водоснабжение, это вывоз мусора. Но, в общем, по сравнению с другими деревьями округа, ВИСКИ довольно благополучное село. Сколько детей в школе на сегодняшний день? В школе села Великовисочная обучается 84 ребенка. 30 из них из ближайших деревень проживают в интернате. После осмотра жилых помещений детский правозащитник провела с младшеклассниками урок правовой грамотности. Я принесла вам вот такие книжечки. Здесь это основной закон, в котором прописаны ваши права. Вы дома вместе с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками, кто с кем, может быть, кто-то спрашивает, со старшими братьями или сестрами. Почитайте, рассмотрите внимательно, да? И посмотрите, и будете знать, какие у вас есть права. Хорошо? Диалог с малышами получился честным, ведь речь шла о самом главном – о безопасности ребенка. Тема беседы со старшеклассниками была не менее актуальна – безопасность в интернете. С выпускниками школы детский амбусмен поговорила о программе «Десятилетие детства» и провела урок парламентаризма. Ну, сегодня много чего услышала интересного. Девушки говорили очень многое. Ну, в принципе, это интересно для молодежи, это развивается наш кургазор, в принципе, мы узнаем много нового, ближе к Конституции, к законам. Меньше у нас будет правонарушений каких-то мелких, которые мы даже не задумываясь как-то делаем. И, ну, что еще сказать. В принципе, хороший сегодня был разговор, хорошие темы, актуальные в наше время. На встрече с педагогами амбусмен обратила внимание на создание в школе комиссии по примирению. Среди первоочередных задач – соблюдение прав детей в округе. Я в этом году избрала несколько другую форму работы, ну, решила опробовать эту форму работы, как в день уполномоченного в образовательной организации. Вот у меня уже был опыт в Красновской школе, он, в принципе, положительный опыт. И вот сегодня мы приехали в Великовисочное. На самом деле, действительно, вот эта форма работы, она позволяет более глубоко и более системно взглянуть на разные вещи. Побеседовать, мне довелось и побеседовать и с детьми, и с родителями, и с педагогами. И, конечно, выяснить некоторые проблемы, которые требуют решения. На очереди – визит детского амбусмена в поселок Нальминос. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, телеканал «Север», село Великовисочное. Очередной случай незаконной продажи алкоголя выявлен полицейскими в Наринмаре. В ходе проверки установлено, что житель города, осуществляющий продажу алкоголя, доставлял заказ на личном автомобиле. Во время очередной продажи прибыл на адрес, указанный покупателем, которым оказался полицейский и был задержан с поличным. Мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и поэтому не имел права на продажу алкогольной продукции. Установлено, что мужчина 1986 года рождения реализовывал алкогольную продукцию, доставлял на автомашине заказчикам. В этот раз доставил заказчику алкогольную продукцию в виде одной бутылки водки, реализовал стоимостью за 500 рублей. В ходе осмотра автомашины было изъято около 40 литров алкогольной продукции различного наименования. По данному факту, стражами порядка проводится проверка. Кроме этого, полицейскими раскрыт факт хищения из меховой мастерской в поселке Красное 200 камусов, шкур с голени оленя. Общей стоимостью около 75 тысяч рублей. Подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 28-летний житель поселка Искателей. Полицейским рассказал злоумышленник, что в ходе совместного распития спиртного с своими знакомыми в поселке Красное, после этого он проник в помещение мехцеха, где совершил хищение двух мешков камусов. После чего он отнес их на окраину поселка и зарыл снег, чтобы в дальнейшем перепродать. Кусочки оленьего меха изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Кукла-желанница, Рванка, Крупиничка, День и Ночь, Толстушка-Костромушка. Эти уникальные русские народные куклы теперь можно увидеть в детском саду Аннушка города Наринмара. Более ста игрушек собрала вместе выставка «Хоровод кукол». У каждой куклы своя судьба и особая миссия. Они оберегали, приумножали урожай, помогали исполнить заветное желание, излечиться от болезней и даже разбогатеть. О чем еще могут рассказать куклы, узнала Любовь Пермякова. Безликая, потому что считалось, что как только появляются глаза, то есть боялись, что в куклу может вселиться какой-то дух, и он может повредить ребенку. Идейный вдохновитель выставки, воспитатель Изо Ирина Родчева, рассказывает об истории народной куклы. Ее создание тесно связано с обрядами и трудовыми процессами крестьянской жизни. Практически в каждом русском доме было несколько таких кукол, каждая из которых имела свое значение. Оберегала, помогала исполнить желание или предназначалась для игр. Изготавливая такие игрушки, воспитанники детского сада «Аннушка» познают и народные традиции. Местом встречи любителей народной культуры вот уже несколько лет служит семейная мастерская «Берегиня». Ей руководит Елена Поздеева. Начинали мы работу с октября на три месяца, то есть в декабре мы ее закончили. Вот каждый четверг мы собирались уютной компанией, отдыхают родители душой приходят, творят вместе со своими детками. У нас получилось разновидности, где-то вот у нас четыре куколки мы успели сделать. Трудно, но интересно, кропотливо. В результате такой совместной творческой работы на свет появились кукла-богач, девкина-забава, колокольчик и крупиничка. Кстати, крупиничка была главной куклой в семье. Ведь после сбора урожая она хранила в себе отборную часть зерна до посева следующего года. Песной зерна торжественно изымали из кукольного мешочка живота и сеяли в поле с пожеланиями богатого урожая. Были и другие интересные обрядовые куклы. Да, эта куколка называется кукла-спиридон. Такая мужская куколка. Спиридон-санцеворот. Вот у него колечко тут должно быть, вот куда-то оно у нас укатилось, колечко. Вот такая мужская куколка из соломы. А вот его подружка. Куколка-рябинка. Вот такое вот у нее тут из рябины ожерелье. И вот такие куколки. Значит, такая куколка делалась, вот когда сбор урожая рябины, где-то в конце октября. На выставке куклы не просто экспонаты. Они словно живут своей кукольной жизнью по народным традициям, сложенными столетиями. И здесь целые композиции. Вот девки катаются на качелях, кто-то плывет по реке, кто-то работает в поле. Куклы заигрывают, влюбляются и женятся. Окунуться в атмосферу прошлого теперь может. Каждая выставка будет работать до 5 мая. Сотрудники детского сада «Анушка» ждут в гости воспитателей и детей из других детских учреждений. В надежде, что хоровод кукол закружат в творчестве новых любителей народной культуры. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.